Здравствуйте, товарищи! Как известно, выдающиеся вожди рабочего класса оказывают влияние на ход этой борьбы, борьбы рабочего класса и после своей смерти. В этом можно убедиться, посмотрев, как реагирует буржуазное средство массовой информации на столетие со дня смерти Владимира Ильича Ленина. И реагирует здесь не какое-нибудь второстепенное средство массовой информации, а, пожалуй, главная правительственная газета нынешней России, Российская газета, которая посвятила вот этой дате, столетию со дня смерти Владимира Ильича, специальную статью, которая начинается на первой полосе. Итак, я указываю, что это пятница, 19 января 2024 года. Название такое очень своеобразное. Ленин и сегодня – это нормально, но подзаголовочек следующий. Владимир Лукин о феномене вождя мировой революции и грехах ленинизма. Вот понятно, что даже вот этот подзаголовок, который вынесен на первую полосу, конечно же, свидетельствует об особом отношении буржуазии к Владимировичу Ленину, к его делу. И поэтому стоит, пожалуй, рассмотреть, что написали в газете, потому что, безусловно, Владимир Ленин заслуживает того, чтобы его защищали от клеветы. И главное, что он своей грандиозной научной работы, своей практикой революционной борьбы дал богатейший материал для такой защиты. Итак, что же преподносится на страницах российской газеты Владимира Лукины? Я напомню, что Владимир Лукин – это основатель избирательного блока «Яблоко». Собственно, его фамилия дала название этому, наряду с фамилиями других людей, этому блока. Помните, «Яблоко» Явлинский, Болдырев и Лукин. Значит, мы знаем, что «Яблоко» – это было самое эрекционнейшее течение в 90-е годы, которое, так сказать, желало порвать полностью с коммунистическим прошлым России, которая готова была всё здесь разгромить и сделать всё по образцу США. Вот разгромить – это понятно. Что сделать по образцу США – это большой вопрос. Была ли это действительная цель? И если «Яблоко» критиковала в ужасное правительство, такое тоже бывало, то всегда критиковала справа, то есть с позиции иностранного капитала, и прежде всего иностранного капитала в США, в Соединённых Штатах Америки. То есть это была всегда такая пятая колонна. И вот Лукин долгое время был отцом-основателем, был заместителем председателя партии, и потом он отошёл, но из биографии-то, из политической это не выкинуть, и не надо, потому что это было случайное такое пребывание в «Яблоке» на протяжении 14 лет. Вот ему-то и доверили охарактеризовать личность Владимира Ильича и его дело, так сказать, вот в канун этой даты, в канун столетия со дня смерти Владимира Ильича. Ну что, можно сказать, что, значит, прежде всего, этот автор ставит задачу завершить разбожествление, разбожествление Владимира Ильича. Воникает, конечно, вопрос, а кто вообще его обожествлял? Вот если вообще обожествляли. Я должен вспомнить и напомнить, что Пётр Заловов, известный соманский рабочий революционер, который поднял зламе на правомайской демонстрации, красное знамя, дал его самодержавие, был арестован за это. И он послужил прототипом героя романа «Мать» Максима Горького Павла Власова. Так вот, Пётр Заловов отмечал уже в советское время, что мы вовсе, мы, это имеется в виду рабочие, передовые рабочие, рабочие, которые были в гуще революционной борьбы, мы вовсе не обожествляем товарища Ленина. Он – часть нас. Значит, поэтому вот они рассматривали как товарищи, и испытывали как товарищское уважение, глубочайшее уважение, поскольку Ленин, безусловно, своей самотвержной борьбой за интересы рабочего класса такое уважение заслужил. Но это далеко от обожествления. Кто же обожествлял? Обожествлял те, кто обычно и занимаются этим. То есть это интеллигенты, историки, которые, значит, очень часто поворачивают от ленинизма, и этот поворот прикрывают внешним почитанием, значит, всякими ритуальными действиями, возложением светочков к памяти и так далее, и так далее. Вот они, по сути, и есть обожествители, которые поют осану, хвалу, а Ленин с такими столкнулся и сам лично, и знал, что нужно делать. Он говорил, что, значит, повторял слова Маркса, что мы хотим, чтобы нас побольше читали, а не почитали. Читать надо побольше. Так вот, значит, вот такая ревизионистующая интеллигенция занималась обратным. Она насаждала курс почитания, без того, чтобы читать. Вот чтение как раз не требовалось. Ну, и должен сказать, что Лукин-то, вообще говоря, был с 1960 года в музее революции. Да, и вот он, наверное, тоже привезл к этому руку, к тому, чтобы ленины поменьше читали и побольше почитали так ритуально. Ну, и вот теперь, значит, он хочет завершить то, чему сам отдал значительную часть своей жизни. Ну, время другое пришло, и вот теперь уже вообще нам, поскольку задача, вроде бы, как они считают, решена, да, с ленинизмом покончено. И как в предисловии к этой статье написано, что если в 20 веке Лейну с Ордюль-Мавзолея поставили тысячи памятников по всему миру, то память о ленинизме век 21 стирает практически до основания. Ну, и вот, значит, Лукин хочет этому послужить. Этому послужить. Как он преподносит Владимир Вещанович? Значит, что формировало, по мнению Лукина, этого яблочника? Потому что, я так думаю, что яблочков бывших не бывает. Что же послужило, так сказать, источником ленинизма и вот ленинской жизненной позиции по Лукину? Это, прежде всего, почитание народовольцев, Ткачёва, да, это далее, значит, почитание французской революции и, наконец, опоры на марксизм. Вот вопрос марксизма – это третье. Ну, я думаю, что историку Лукину, наверное, должно хорошо известно быть, что, узнав о том, что его брат старший Александр казнён, Владимир Ильич, будучи юношей, произнёс такое очень фундаментальное положение, что мы пойдём другим путём, то есть путём не индивидуального террора, а путём участия в борьбе самого магийщика, буржуазии, то есть самого пролетариата. Не за пролетариат, не, так сказать, в одиночку, а, так сказать, в массовой борьбе. И об этом очень хорошо написано Владимир Ильичом, когда он рассматривал три этапа в освободительном движении России. Так вот, более это само движение массы. Так вот, Владимир Ильич Ленин, так сказать, намеревался уже с юношеских лет участвовать в самом движении масс. Поэтому, так сказать, почитание Ткачёва, народовольца, даже не Ульянова, там, скажем, Александра и так далее, это какое-то, так сказать, нечто приписанное Лукиным, так от фонаря, ну, просто уж так до кучи, что называется. Потому что ничего общего-то не имеет с тем, что на самом деле считал Ленин и чем он руководствовался. Ну, что касается французской революции, то Ленин, конечно, обращался к его опыту, и нельзя было не обращаться, особенно в период борьбы с феодальными пережитками в России, особенно в период подъема, так сказать, на рабочего класса и крестьянства, в период первой революции, русской революции, когда нужно было эту, так сказать, запласть феодальную уничтожить. И, конечно, и он тогда вставил в образец, вставил в пример вот эту революционную энергию, так сказать, внизу Великой Французской революции, и, так сказать, он был совершенно прав. Но приписывать Ленину, что, значит, он так получается, что он буржуазную революцию ставил выше социалистической, но это просто опять откуда взял Лукин? Ну, так, чтобы уж... Возможно, это человек своё что-то проецирует, да, приписывает, такое бывает уже, свои представления приписывает тому, о ком он берётся писать, да. Ну, и опять здесь тоже интересный очень факт, что вот он, когда пишет о Французской революции, Лукин с большой буквы Великой Французской революции, ну, не указываешь, что буржуазная, вот она была великая просто, с большой буквы, вот хотя она такая, там и тоже были, значит, и казни, и всё, но она великая. А что пишет об Октябрьской революции, Великой Октябрьской социалистической революции, ну, конечно, для Лукина это не великая. Он же так много поработал в Музее истории революции, что вот он, видимо, так наславил, так, так, скажем, у него сладко было во рту, так переслосил, что теперь вот хочет от этого избавиться, и поэтому, конечно же, пишет об Октябрьском перевороте 1917 года. Ну, как вот, мы понимаем, что когда поскребили визиониста, а я понимаю, что 60-й год – это вот рассвет ревизионизма, да, там рукой подать до 22-го съезда партии, который состоялся в 1961 году и который, так сказать, включил в программу партии совершенно вздорный буржуазный, по сути, лозунг общенародного государства, да, и исключил положение марксистско-ленинское о диктатуре политариата. И вот, значит, этот молодой историк, видимо, очень, так сказать, почувствовал дух времени, и вот он, тогда он славил Ленина, но когда уже можно было этому и делать для того, чтобы продвинуться, вот теперь маски сброшены, и поэтому французская революция буржуазная великая, пролетарская революция, простите, это Октябрьский переворот, без всякого величия. Вот, собственно, закономерная тропа перерождения ревизионистского от буржуазного деятеля, от буржуазного, значит, поклонника буржуазной идеологии, да, от антикоммуниста, замаскированного под коммуниста, это ревизионист, да, вот до такого момента, когда маски сброшены, можно всяко говорить, чушь, но чушь, совершенно, так сказать, открыто буржуазно, буржуазно. Поэтому, конечно, мы понимаем, что, так сказать, ничего общего с действительным становлением Ленина здесь не имеет, причём он, если и говорит о том, что Ленин обращался к марксизму только тогда, когда ему было выгодно. Не для того, чтобы понять, осознать, как идёт развитие, так сказать, пролетарского движения, вот не для этого обращался, оно служит непрерывно, да, понятно, что были повороты исторические, поэтому Ленин всегда обращался к марксизму и сам внёс огромный вклад, но об этом, конечно, вообще ни слова. Вот Ленин обращался к марксизму, а что ленинизм? А ленинизм вы ещё не узнаете. А что, значит, Ленин не внёс огромный вклад в рассмотрение развития капитализма в России? Ну, кто такую работу проделал? Я в классическом варианте, именно Владимир Ильич. Ну, хоть это, если буржуазный демократ, так, по крайней они всегда позиционировали, яблочники, ну, хоть это-то признай, но если ты хочешь узнать, как становился капитализм в России, ну, надо тогда посчитать развитие капитализма в России, ну, нет, это забыто, это забыто, потому что нельзя с Ленином связываться, потому что Ленин осмотрел развитие капитализма в России и сказал, что, значит, сделать опыт какой, Владимир Ильич, что генемоном в буржуазной революции должен быть рабочий класс, потому что он больше заинтересован в ликвидации всех этих феодальных пережитков, выносит этого всякого феодального хлама, чем сама буржуазия, которая боится остаться на один, один на один с революционным пролетариатом, да, ну, разве это, значит, лучше говорить про обожествление, конечно, это правильно с точки зрения буржуазного апологета, да, апологетовый жазия не имею в виду, значит, разве Ленин не сформулировал, так сказать, классически, что на рубеже 19-20 веков капитализм вступил в высшую стадию, в последнюю стадию своего развития, в империализм, когда господствует монополия, да, это не вклад, это разве не огромный шаг в развитии марксизма, это такой шаг, между прочим, который в политическом отношении тоже имел огромное значение, потому что вот в условиях империализма, значит, усиливается действие неравномерности развития, да, католистических стран, а эта неравномерность, так сказать, развития приводит к тому, что первоначально победить социалистической революции может в одной отдельно взятой стране, в слабом звене империализма, где наиболее острые противоречия, значит, вот этот экономический фундамент Ленин заложен для того, чтобы сделать вот этот важнейший политический вывод, очень крупный вывод, да, который есть дальнейший шаг в развитии марксизма, но уже такой шаг, который, конечно, сделан Лениным, поэтому заслуженно марксизм должен виноваться, так сказать, как учение, как научный социализм, должен виноваться теперь уже после того, что сделал Ленин как марксизм, ленинизм, об этом тоже ни слова, конечно, не сказано, ну, кинем, да, а потому что, а почему, потому что он как раз занимается тем, о чем придумала редакция, что надо стирать практически из основания ленинизма, вот и стирает ленинизм, да, потому что, так сказать, уж очень актуальны эти ленинские идеи сегодня. Сегодня кто не говорит о империализме, сегодня самые отъявленные империалисты, да, самые такие мерзавцы типа, значит, Олафа Шульца, да и, так сказать, и Байден тоже говорят о империализме, конечно, о российском империализме, то есть они используют вот этот термин, так сказать, как бы против России, да, а находятся люди в России, которые, значит, по сути прислуживают им, потому что, так сказать, это обложено использование ленинской теории, можно было, так сказать, это развернуть и сказать, что о каком империализме говорить, Ленин же говорил о том, что, значит, согласно Ленину, при империализме господствует кучка государств, да, Россия сейчас точно не господствует в империалистическом мире, и больше того, значит, если мы исследуем ленинской мысли, то теперь мы видим, что уже и не кучка государств, а одно государство представляет собой центр империализма. Ну, значит, короче говоря, если углубляться в это дело, то получится, так сказать, очень неудобные выводы для кого? Для вообще прислужников иностранной буржуазии, потому что для отечественной буржуазии получился очень хороший вывод такой, что вот Россия буржуазная, но, но, вот в системе мирового империализма она, так сказать, занимает положение страны, которые пытаются, значит, поработить, и поэтому она ведет национально-свободительную борьбу, это раз, да против идет еще против кого? Против фашизма американского, да, то есть она является современной Россией, буржуазной Россией, ядром антифашистской борьбы в мировом масштабе, и это вытекает все из ленинской теории империализма, так вы чего плюете, господа Лукины и им подобные, вы чего плюете в тот колодец, из которого сейчас вы только единственное можете получить и живите на эту влагу, да, но вот это такая, так сказать, буржуазная ограниченность, плюют, плюют, потому что вот им Ленин страшнее, им Ленин страшнее получается, чем американский фашизм, вот это интересно, конечно, я думаю, что все-таки здесь речь идет не о той буржуазии, которая организует производство и сегодня политически, в том числе организует борьбу с американским фашизмом, а в лице Лукина мы имеем дело с той частью буржуазии, которая готова на коленях поползти к этим, так сказать, американскому фашизму, как более могущественному, да, и, так сказать, халуйски лизать ему сапог, вот чем они занимались в начале 90-х годов, вот тем сегодня продолжает заниматься Лукин, по сути. Досадно, конечно, что вот это попало на передовую российской газеты. Ну, продолжим наше рассмотрение, значит, что же Ленин, что же Ленин сделал, и в чем, какие у него заслуги есть, ой, заслуги есть. Ленин, видимо, считает Лукина, это гениальный шахматист, да, Ленин любил шахматы, да, но в политике он очень умел считать, и в этом единственная заслуга. Вот он вспоминает ленинские слова, так не ссылаясь, конечно, на работу, что сегодня рано, а завтра поздно, и вот он говорит, что Ленин умел очень считать, выбирать даты для событий, это достоинство, конечно, Владимира Ильича, конечно, это искусство-политика, он в высшей степени овладел этим искусством, правда, политики какой, пролетарской политики, но об этом, конечно, мы и не услышим, ни слова в статье явночника, который берет свое начало, так сказать, из музея истории революции, какой революции это, вообще-то пролетарская революция, вот, ну и так с короговорочкой, что делал Ленин, значит, ну, он сказал учиться-учиться, потом, значит, раб Крин, вот его, собственно, такие вот, так сказать, призывы, согласно Лукину, раб Крин, и все, и то, почему раб Крин, потому что воруют, а вообще Лукин-то историк-то знает, когда раб Крин-то был вообще ждет, в переходный период, конечно, воруют, но кто там, но прежде всего воровали, значит, вот эти буржуа, которые старались предприятия национализируемые всячески остановить, саботаж осуществляли чиновники, тоже, конечно, в этом участвовали, как могли старые царские чиновники, да, которые пошли служить советский аппарат, вот, кушать что-то надо было, но саботаж-то они не бросили, и свои отношения к победившему полетариату не поменяли, безусловно, вот эти вот воры, первые воры, да, и вот, и раб Крин, конечно, и эту задачу решал, ну, и понятно, что были люди и в рабочем классе, которые смотрели на государство по-старому, на пролетарское государство по-старому, дать ему работу поменьше и похуже, вырывать от него побольше, так как это по-другому могло быть, да, на второй год, на третий год, значит, пролетарской эволюции, чтобы рабочий класс переделался, да, то есть это историк, который совершенно, так сказать, не исторического контекста все это рассматривает, и понятно, что он и не собирается ничего здесь рассматривать по существу, а просто бросить, по-моему, грязи во Владимира Ильича и, значит, в эволюционный рабочий класс, потому что вместо того, чтобы отметить, что огромный эволюционный подъем рабочего класса, ну, и, конечно, и пена была, и с этой пеной надо было бороться, нет, он только пену рассматривает, ну, так сказать, свинья всегда всякую вот такую вот смотрит, на такие вещи интересует, вот, понятно, значит, ну, понятно, что Ленин, да, он делал единственно возможные ходы, вот опять, такая вот характеристика Ленина, как будто бы он шахматист только в политике, да, что он пытался овладеть бурной эволюционной стихией на какой-то момент, все только стихии бурной эволюционной, ну, нет, почему, интересно, стихия, не было плана, что ли, социалистической революции, было, конечно, надо было строить советскую власть и делали по определенному плану, по образцу, как надо было делать, значит, был план действий в экономике, если сначала был рабочий контроль, потому что это не план, что как надо считать рабочий контроль, историк Лукин мог бы считать положение рабочего контроля, там инструкции были очень подробные, то есть люди сознательно пытались это организовать, что-то, значит, поддержать позитивное и негативное пресечь, потом была работа очередной задачей советской власти лесной 1918 года, что нужно сделать, это тоже некоторый план, ну, Лукина все стихии, конечно, он, видимо, помните, в 90-е годы, когда, как он представляет, стихийно все растаскивали, все имущество, на самом деле по плану, который был разработан, правда, не в России, а где? Ну, в США и был разработан, то есть это внешне для России стихийно, а там все по плану делали, вот, ну, человек этого не понимает, он вот, что видит, а то он поет, вот, ну, и, конечно же, гигантская жажда власти у Ленина, это у Ленина, человек очень скромного, который всячески старался ограничить, вот, проявление его, почитание, да, очень скромный, помните, значит, в обмене сняли комитет, он сел там на ступенечки, потому что вот не хотел нарушать ход работы этого органа, да, и это не позвало какая-то, что я сейчас вот сяду на ступенечки, а вы отметьте мою скромность, это была его естественная позиция, он рвался к власти, нет бы сказать, что Ленин сделал все, чтобы рабочий класс установил свою власть и этому беззаветно служил, чтобы он, класс поднялся к этому, нет, он, значит, все у них это вот, все-таки вот какие-то личные стремления, то есть это вся такая субъективная история, которая уже была, устарела уже в 18 веке, после французских историков, которые показали, что вообще-то классовая борьба, движитель истории, да, и есть классовая борьба, вот Маркс это в явной форме выразил, но не он открыл классовую борьбу, и поэтому власть-то, борьба за власть между кем идет, ну неужели, так сказать, вот она идет потому, что некая личность захотела утвердиться во власти, да это власть-то класса, значит, если и личность, она по стойку достигает своих успехов, если она выражает интересы класса, служит ему, своему классу, да, и способствует утверждению его власти, вот тогда и он тоже будет представителем Сумнаркома, условно говоря, как это было в отношении Владимира Ильича Ленина, вот, нет, это личная жажда власти, видимо, сам по себе, что ли, мере, все время с трудилась какой-то власть, ну дальше там представители от Тверской области, по-моему, в Сенате, он не ушел. Так, идем дальше, значит, что характерно для вот этой статьи. Для этой статьи, а я так понимаю, что статья некая такая программная, не абы кому, проще ли бы написать статью для главной газеты, да, правительственной российской газеты, которая имеет самый большой тираж, да, еще поместить это на первой полосе. Что тут прослеживается? Прослеживается попытка увязать Ленина и Троцкого, да, Ленина и Троцкого, значит, сначала, с самого начала, пишет Лукин, их возвращение в Россию, тандем Ленина и Троцкого действовал сообща, да, и это не раз вытягивало большевиков из ситуации, казавшихся безнадежными. Это один такой момент, один тезис. Дальше тоже идет речь о том, что вождь номер два, это Троцкий, потом, значит, Сталин был учеником Ленина и Троцкого, опять Троцкого вспомнили. То есть он приблизительно так же вспоминает, но причем о Троцком, конечно, ничего не сказано, что он страдал жаждой власти, ничего, нет, нет, это все Ленина, а вот о Троцком таком положительном, вождь номер два, но все-таки вождь, да, что он спасал большевиков спаситель, который, значит, примкнул-то к партии в 17-м году, так, к партии большевиков, а так он болтался, межрайонец был. Ну, сказать, Ленин, как умный человек, умел использовать сильные качества, но вождем большевиков и спаситель большевиков, человек, которого Ленин называл, о котором Ленин говорил, что не большевизм Троцкого, конечно, просто по определению быть не мог. Но вот Лукину почему-то надо все время подчеркнуть роль Троцкого. Значит, разумеется, на Ленина возложена ответственность за репрессии, безусловно, против политических врагов. Да, интересное дело, уж эти репрессии, значит, оскомину набили. Уж в гражданскую-то войну, а как? Что значит репрессии? Репрессии-подавление. Гражданская война, а там что, не подавляет, что ли? В войне-то не подавляет, в войне надо что, чем надо закончить? Что, сложить все оружие и поднять руки? Ну, вас расстреляют, в лучшем случае, возьмут в плен, да? И все. Так как же можно было обойтись без вот этих репрессий в гражданскую войну? А что, страна, с которой воевали большевики, она без репрессий обходилась? Да? А они что, значит, открывали объятия, обнимемся, братья, и давайте пусть уцарит мир на российской земле. Или они шли, значит, войной на Советскую Республику, молодую Советскую Республику, да? Или за их плечами, значит, и не только за плечами, у них редакциями шли интервенты из 14 стран, в том числе из таких эмпилитических стран, как США и Великобритания и Франция, да? И, значит, эти, значит, страны, что они начали репрессии. В Архангельске американцы не сделали концлагеря, не дострелили коммунистов. Историку Лукину можно было смотреть фотографию известную, расстрел коммунистов, да? Стоит на борту коммунист, а его, значит, интервенты расстреливают. Это одна фотография. Таких-то расстрелов было. Сотни тысяч. И вот это все не репрессия. Как интересно трактует, значит, гражданскую войну и вообще классовую борьбу, бывший коммунист, я так понимаю, до 91-го года, историк, партийный, конечно, историк-то, Лукин. Ну, он так трактует, как выгодно классу, который он представляет. Я даже сказал, что это не класс российской буржуазии. И это что, это не особенно сейчас выгодно. С Лейноном драться, с человеком, который его, значит, поносеет. Человеком, который возглавил борьбу с интервенцией в составе 14 государства интервента, так сказать, пришли в Россию. И как мы знаем, что почти без исключения все эти страны, наверное, без исключения, являются сегодня тоже, так сказать, недружескими, так мягко говоря, странами. А что значит недружескими? Которые поставляют оружие современное, значит, инструкторов, да, так называемых добровольцев, чтобы, так сказать, воевать с Россией, чтобы, так сказать, ее проработить. Вот нехорошо вот так вот это представлять сегодня. Ни к месту, ни ко времени. С репрессиями все понятно. Это опять такое страшное чудовище, которое, собственно, прикрывает те страшные репрессии, которые всегда применяла буржуазия по отношению к побежденному пролетариату. Помните, когда мы, значит, ходили и зонтиками выкалывали глаза раненым коммунарам после разгрома Парижской комуры. Это не репрессии, ни в коем случае. Это просто прогулка по Парижу. И все. Ну, поэтому даже на этом остановиться уже не стоит. Дальше. Ну, мы уже видим, что о Сталине лучше ничего не говорить, здесь ему охватило, потому что Сталин, помимо того, что это верный ученик Ленина, что это продолжатель его дела, что это борец за диктатуру пролетариата, это еще и верховный главнокомандующий. А сегодня, когда идет борьба с американским фаршизмом внешней политики, вообще-то, так сказать, люди вольно или и вольно сравнивают главнокомандующего того времени с главнокомандующим этого времени и как-то и понимают сегодня тоже, какова роль главнокомандующего. Ну, конечно, поносить как-то главнокомандующего в Великой отечественного. Ну, уж совсем никакие ворота. Совсем этот, я не знаю, сам ли Лукин от этого воздержался, или, так сказать, газета, российская газета, она все-таки правительственная, правительственная США все-таки, а вроде как нашего российского правительства. Значит, эту сторону, так сказать, задвинуло. Задвинуло. Ну, тем не менее, понятно, что, по крайней мере, хоть все удалось только нам сказать, что второе-то лицо, так сказать, и продолжатель дела Леина, конечно, не Сталин, а Труски, а Сталин так сбоку припеку. Ну, если что я сказал, то Сталин, значит, это государство, это я, винтики и так далее, так сказать, старая, это, старая клеветническая такая картинка, повторная, как будто бы Сталин не представитель государства и диктатуры патриата, что сам тут подчеркнул. Нет, а он вроде как в положении этого Людовикова, который сказал, что после нас, хоть и потом государство, это я. Ну, что же это такое? Ну, ну, это опять вместо истории какой-то, это рассказ анекдотов. Вот, собственно, на какой он сбивается, это, якобы, историк от Луки. Ну, понятно, что эти анекдоты уже, всем прискучили, все понимают, значимые все анекдоты. Другое дело, что в этот день не надо бы, конечно, и в это время вот такими анекдотами забавлять. Для кого-то его и раздражать, да, читателя, так сказать. Надо бы сказать, о Ленине бы по сутисту. Ну, и разумеется, конечно, так сказать, мифы о Ленине вспоминаются. В чем миф? Непонятно. В том, что историческая роль Ленина величайшая, это, скажем, общепризнанная. И попробуйте опровергнуть этот факт, что было создано советское государство, которое разгромило фашизм, что это факт исторический. Но все время же говорили, что Ленин – основоположник этого государства. Имею в виду, что он руководитель, конечно, класс, все это создавал. Закладывал основу. Но Ленин, значит, этому придал сознательное движение. Да, и, так сказать, вот во вторую программу партии специально было с рукой Ленина вписано, что основной избирательной, так сказать, является коллектив, да, основной ячейкой государства избирательным коллектив заводской, а не территория. Но нет, это, конечно, мы здесь не увидим. Это, значит, какие-то мифы. Конечно, вспомнили оттепель, так оттепель мягко, вспоминает хорошо. Лукин, ну как же. В это время развернулся. Так, понятно. Суть мифа. Ленин хороший, Сталин плохой. Вернемся назад к Ленину. Да, миф. Так это миф-то не ленинизм. Не ленинцам придумают, а не коммунистам придумают миф. Это миф. Кем придумают? Контрреволюционерам Хрущевым и кликой Хрущевской, которая рядилась в ленинцев, да, чтобы осудить, что это было. Практику социалистического строительства, значит, они осудили Сталина, как который организовал практику социалистического строительства, тем самым, что они сделали? Они тем самым прикрыли свою контрреволюционную работу. Ну, раз, сказать, построение социализма план, снижение социализма, связанное со Сталином, значит, надо все делать наоборот. Что же, значит, запорозил социализм, а то, что Сталин это преемник Ленина, ну, это потом выяснилось. Это выяснилось уже в 80-х, в конце 80-х, когда дело дошло до конца, период завершался, этот контрреволюции, полным утверждением капитализма, и тогда можно было уже все маски сбросить, и все, значит, ревизионисты стали просто антикоммунистами, ну, в том числе и Луккин. Потому что он не самый главный был тогда, не самый яркий, но один из ярких, все-таки яблоко, был тогда достаточно известный, достаточно известный. Ну, и вспомнил, что конец 80-х, тоже еще один период мифа, что назад, клеим, короткий период. Все это у него был миф, все это были мифы, но только, мифы были, конечно, я соглашусь, что отрыв противоставления Сталину и Ленину, это миф, но только это контрреволюционный миф, никак не связан с деятельностью коммунистов, потому что тем более как-то Ленину поставить это в упреку, что он такие контрреволюционные мифы сочинял, ну, совершенно безумие. Значит, ну, а пик ленинской мифологии, это все равно вроде как ответственность возлагается на Ленина, а не на тех, кто этот миф творил, вот тех историков, которые такие вещи прописывали, подписывались под этим, да. Ну, Лукин, наверное, как молодой исследователь, тоже тогда такие же вещи писал. Вот. Ну, а уж, когда надо подвести итог, вот, да, в статье, какова роль Ленина, ну, тогда кому надо дать слово? Ну, конечно, Черчиллю. Ведь Черчилль – это самый большой друг России, советской России. Ну, если вы хотите поискать самых больших друзей, ну, Черчилль, да, мы знаем, что Черчилль, значит, сила обстоятельств и боя судеб, значит, в период Второй мировой войны должен был писать там уважаемый, глубоко уважаемый, генерал Есимов Сталин писал, да, писал, потому что, ну, если бы не Советский Союз, ну, тогда бы сидеть бы в концлагере, может, там хорошо было ему какая-нибудь особая палата, ну, или бежал бы он тогда в США, да, но тоже не убежишь, потому что далеко и США бы разгромили бы фашисты, немецкие фашисты, если бы не Советский Союз, возглавляемый главнокомандующим верховным Сталином, да, то в остальном мы знаем, что дальше уже, когда вот такая угроза порабощения Великобритании со стороны фашистской Германии пропала, то вот тут началась Фолтонская речь, где, да, вы знаете, холодная война, ну, конечно, как мы знаем, что антикоммунисты, думаю, Лукин тоже возлагал ответственность на кого? Ну, на Советский Союз, вот Черчилль произнес такую речь, а кто виноват в Советский Союз, это понятно, понятно и очень логично с точки зрения буржуа, потому что надо обвинить в чем-то обязательно, что бы то вы ни сделали, обвинить надо Советский Союз, как сегодня, что бы ни сделали, где, что бы ни произошло, плохое, негативное, кто виноват России, вот сегодня Владимир Владимирович Путин сталкивается с тем, с чем сталкивался, Иосиф Петрученко, Сталин, так сказать, вот в то время, вот потому что идет война на уничтожение России, там Советского Союза, теперь Россия, потому что вот России уж очень много, во-первых, у нее нет коммунизма, во-вторых, ее роль-то вот антифашистского лидера, ну, никак не устраивает фашистскую, сказать, страну, я имею в виду во внешней политике Соединенных Штатов Америки, поэтому, вот, так сказать, теперь демонизирует кого? Ну, Сталина нет, но другого верховного главнокомандующего, я думаю, что теперь верховный главнокомандующий понимает, каково быть верховным главнокомандующим в смертельной схватке с фашизмом, ну, сегодня американским, тогда с германским была схватка. Вот поэтому Черчиллу, конечно, надо, и, так сказать, доверить, вот, вывод окончательный, что же себя представлял Ленин, ну, и что Черчилль написал, даже не буду повторять, только одно обстоятельство, значит, он, что он, Ленин, я имею в виду, по Черчиллю, не спроверг целую историческую структуру, ну, ладно, он, конечно, не мог не спровергнуть целую историческую структуру, как мы понимаем, это сделал класс, но Ленин умел свою лепту, как вождь рабочего класса, допустим, это о речи капитализма, нет, оказывается, видите, какую? Он не спровергал целую историческую структуру, такую, как человеческое общество. Но Черчилль не был бы Черчиллем, не был бы буржуа, и тем более империстическим буржуа, если бы не приписал коммунисту уничтожение общества. Помните, как коммунистам что приписывали на заре коммунизма? Уничтожение собственности. Маркс поправил, говорит, так вы что, ребята, вовсе не уничтожаем собственность, мы жалкое присвоение хотим уничтожить, которое сегодня существует для огромной массы населения, то есть мы хотим уничтожить частную собственность, а будет общественная собственность. Значит, Черчилль, поскольку сам кого жадный, то вот свое мироощущение, конечно, приписывает кому? Ленину, что он, дескать, Ленин хотел уничтожить общество. Не каплистическое общество, а общество вообще. Вот так рисует, вот так рисует, значит, Советский Союз, так сегодня рисует Россию, потому что мы же враг человечества, а не просто мы враг империализма и враг американского фашизма. Как трактует? Ну, враги, конечно, наши трактуют именно, так сказать, в таком виде, что это враг человечества. Вот так, вот такое резюме. Значит, Лукин ничего лучше, конечно, не нашел, но ничего лучше не нашел. Ну, Кин, Могу, Робиндоград, Тогоров вспомнить, еще мыслители, которые с уважением, нет. Нашел самое гнусственное такое пасквитное утверждение Черчилля, который вроде так похвалил, что если бы его самого так похвалили, то я думаю, что он не обрадовался бы, вообще-то говоря. Короче, как мы видим, как мы видим, буржуазия не пропустила эту дату. Не пропустила. Да, как мы видим, Владимир Ильич Ленин жив. Не надо было бы вот такие пасквили писать на первой полосе главной газеты страны, если бы он бы уже умер, политически я имею в виду. Ну, и я думаю, что надо, конечно, подчеркнуть и немножко успокоить тех, кто думает, что 21 век стер ленинизм и Ленин. Ленинизм, значит, это же марксизм эпохи, переходной эпохи от капитализма к коммунизму, да. И никому не дано остановить это движение в целом, да, и отменить его, такое движение. Нет, Лукин, ну, никому бы еще. Поэтому этот переход начался в Великой Октябрьской социалистической революции в 1917 году. Ну, этот переход не одномоментный, значит, вот страна, которая была пионером в этом движении, мы знаем, что в ее истории наступил такой момент, когда победила контрреволюция, а поворот к этому произошел в 1961 году, вот поэтому Лукины такие, они появились, вообще-то говоря, не явилось, но в первом году. Это целый плац такой был исторический, контрреволюционный, да, но тем не менее, как говорил Горький, нет силы, которые могут погасить факел, зажженный Лениным. Произошли революции в Китае, на Кубе, во Вьетнаме, в Корейской народной ремократической республике. И все это идет, на самом деле, все идет, жизнь идет, вот эта жизнь по линии прогресса идет по Ленину, да. По Ленину жизнь пойдет и в России тоже, когда рабочий класс, так сказать, переживет вот эту кондиционную полосу, установит свои силы, да, тогда, как мы знаем, развернется стаечная борьба, в ходе этой стаечной борьбы возникают советы, как представительные органы этих заводских коллективов. Эта система советов объединяется, и поскольку она опирается на прочный фундамент заводов и фабрик, то, конечно, советская власть раньше или позже победит и установится. То есть, жизнь пойдет по Ленину. И вот этот ход, чтобы его лучше понять, этот ход, значит, нужно будет постигать, опираясь на то, что написал Владимир Ильич, потому что он впервые анализировал ход этих событий, и поэтому Ленин будет очень востребован, и ленинизм. Другое дело, что, конечно, жизнь на этом не становилась, что ленинизм развивается уже и не самим Лениным, что в эту, так сказать, сокровищицу внес большую вклад Виссарионович Сталин, да, который вот реализовал этот план. А что, если реализовать план социалистического строительства, это что, если реализованный план, значит, там ничего не приросло, и в смысле знания тоже, конечно же, приросло. Даже после этого тоже мысль не остановилась. Значит, марксисты-ленинцы такие, как Василий Ильич Смирнов, Михаил Васильевич Попов, Виктор Евгеньевич Долгов, Боря, Младови товарищи, Олег Анатольевич Мазур, да, Виктор Иванович Галко, Александр Сергеевич Казенов, очень многое внесли в сокровищницу марксизма-ленинизма, поэтому ленинизм – это не просто памятник, это не просто собрание работ, на которых поставленная точка была, значит, в самом начале 20-х годов. Нет, ленинизм – это живое учение, и по Ленину, так сказать, борется, и живет, и действует сегодняшний рабочий класс. Поэтому, вспоминая о том, что сто лет назад не стало Владимира Ильича Ленина, мы можем твердо сказать, что ленинское теоретическое наследие чрезвычайно востребовано, что опыт практической деятельности Ленина тоже и сейчас уже востребован, а будет еще востребовано в большей степени, когда рабочий класс приступит к строительству советской власти, и поэтому никому не дано стереть ленинизм и Ленина, ни в 21 веке, ни в 22, потому что Ленин и партия, партия рабочего класса, близнецы, братья, ленинизм – это компас революционного рабочего класса, а революционный рабочий класс добьется своих целей. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин